Великобритания запросила специалистов по диверсиям на Украину. Британия отправила две группы специалистов САС по диверсиям под Львов. Сотрудник российских силовых структур со ссылкой на информацию, полученную от источников в Вооруженных Силах Украины, рассказал, что из состава особой воздушной службы Великобритании Special Air Service САС во Львовскую область Украины заброшены около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне. По информации поступившей от источников в ВСУ в населенный пункт Бродды Львовской области на территорию 16 отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херрифорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира САС, были переброшены как минимум две группы военнослужащих. Состав одной из групп примерно 8-10 человек. А чем же занимаются такие специалисты? Речь идет, друзья, о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в сфере вербовки, подготовки агентуры для работы на враждебной территории. Они являются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры и в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов. Это не обычный спецназ, это интеллектуалы. В каждой группе всегда есть идеолог, профессор, так его можно назвать, а остальные профильные специалисты. Цели диверсантов. С большой долей вероятности специалисты из Британии прибыли, чтобы повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельности диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории. В зонах боевых действий специалисты САС чаще всего работают под прикрытием медицинских работников, белых касок и других гуманитарных организаций, как орнитологи, такое тоже бывает, или политологи, или полиглоты. По мнению бывшего офицера швейцарской разведки, экс-советника ООН и НАТО, Жака Бо, эскалация украинского кризиса входила в интересы западных стран, которые воспользовались отсутствием реальной власти у президента Украины Владимира Зеленского. Бо считает, что Запад предал украинские интересы. Жак Бо говорит так. Я думаю, что с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники. Американцы, британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. Это план по ослаблению России. Как полагает советник Бо, Зеленский из-за отсутствия политического опыта не смог контролировать ситуацию на Украине, в результате чего сторонники военной эскалации из числа ультраправых смогли получить большое влияние. Также Бо напомнил про поставки военного снаряжения и вооружения для украинских войск со стороны НАТО, которых планировали готовить и использовать для будущей борьбы и агрессии. Конечно, против России. Но ведь это не только, друзья. Не только против России это используется. Так что специалисты, которые были посланы САС во Львов, конечно, друзья, они начнут работать, начнут действовать. Но мы с вами говорили уже о том, что все разведки мира имеют один центр управления. И мы с вами также проговаривали, что на полигон Украина, который будет котлом Украина, будут собраны все разведки мира для отработки своих боевых навыков, интеллектуальных навыков и тактических военным. Время от времени необходима платформа для физического применения своих навыков. Поэтому они совершенно спокойно выбирают то одну страну, то другую, то Сирия, то Африка. А вот теперь пошли в Европу. Это уже хуже, потому что Европа вспыхнет моментально. Пока еще сидят улитки по своим норкам и думают в домиках, нет-нет, это меня не коснется. А, друзья, как еще коснется? Сейчас так быстро заполыхает Европа. Да, конечно, агрессором представят Россию. Но ведь агрессор – это тот самый глобализм, те самые верховные олигархи мира, аллигаторы, которые и разжигают эту войну. Потому что им это выгодно, им это важно. Они на этой войне делают свои деньги. А деньги складываются совершенно из немыслимых форм угнетения человека, человеческого достоинства и разорения гнезд человеческих. Разоряют стервятники. А людей они воспринимают, как овцы. Агнцы божьи, которые идут на заклание для их собственного интереса. Они же играют в эти игры, как дети. Просто, просто потому, что я так хочу. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Да, ядерную войну будут разыгрывать. Пока просто будут бомбить. Разными. Причем, знаете, создано очень много видов ракет, которые способны совершенно по-разному уничтожать город. И вот эти ракеты будут отрабатываться как раз на полигоне. На подходе Молдова, Приднестровья. Начнут с Приднестровья, со своего. Приднестровье ведь российское. И начнут с него. Надальше Молдовы, конечно. А все остальные страны, которые мы с вами оговаривали, смотрите в прошлых моих видеороликах. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. В это время в регионы, где начинаются конфликты, собираются все разведки мира, и они там отрабатывают свои новые навыки. Новые навыки и также применяется новое оружие, которое будет, конечно, применяться в основном на местных жителях. Это мое личное мнение, мнение Тани Карацуба, Сеидбургхан. Все разведки мира подчинены единому центру управления, мирового управления. Точно так же, как и все президенты мира, подчинены единому центру управления. И они обязаны выполнять то, что им будет предписано, то, что предпишут, то, что напишут, то, что продиктуют, то и будет их планом действия в отношении своих народов и в отношении других народов. Все события, которые сегодня происходят в мире и которые касаются каких-то военных действий, это общий совместный договорняк всех правителей мира. Это кто-то, вы представьте себе руку, марионетки, да? Это вот пальчики, это правители нашего мира. Но рука имеет голову, а голова где? Так что кто-то руководит всеми правительствами мира с тем, чтобы они договорились и создали площадку котел. Украинский котел создается на площадке страны Украины. Сегодня балканский котел переливается в украинский котел. Это создание и разыгрывание общемировых интересов на площадке украинского нового котла. Все разведки мира соберутся на украинский котел и там будут распределять силы использования нового военного оружия, как технического, так и биологического и химического. Я Таня Карацоба, Сеидбурхан.